Победила Чёрная Королева 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 Позже агентам фонда Удаётся обнаружить её И проследить за ней до укрытия В результате чего на содержание Ставится объект SCP-4056 Большой комплекс В котором находится множество Криогенных камер Внутри которых люди Всё бы ничего Мрачное будущее Все дела Тут и не такое происходит Но у людей Находящихся в камерах ДНК оказывается Идентичным доктору Гирсу А в одном из помещений Обнаруживается фотография Молодого Гирса с женой Однако есть заметное отличие Гирс на фото Выглядит совсем не так Как он выглядел в молодости По данным фонда Может ли это намекать на то Что Чёрная Королева Пришла из другого мира Где знала Гирса лично В мире SCP прыжки между мирами Обычные такты дела Тем более что Чёрных Королев Как позже оказалось много Что может говорить о том Что Чёрные Королевы Из разных миров Собрались в одну организацию Это мы узнаём из SCP-4482 В документации к этому объекту Написано Что Чёрные Королевы Объединились с повстанцами Хаоса И штурмуют различные базы фонда Одну за другой Хотя всё ещё непонятно зачем Но похоже они явно задались Целью захватить доктора Гирса Или может даже всех Гирсов Из всех измерений Это буквально всё Что можно узнать Из объектов о Чёрной Королеве Но ещё то Что фонд нашёл шкаф Из библиотеки странников Того мира Где базируется длань змея В котором среди прочего Есть фотоальбом Намекающий на поиски Чёрной Королевы Гирсов Который похоже её отец Чтобы узнать о Чёрной Королеве Больше надо читать рассказы Благо их очень много И для начала Поинтересуемся Удался ли странный план Чёрной Королеве Об этом например Можно узнать Из хаба Крысиного Гнезда Одного из постапокалиптических Хабов SCP В котором реальность Развалилась на части Там написано Что хитрые планы Сестёр Королев Не помогли им выжить В этом постапокалиптическом мире Такие дела Но это не повод Заканчивать этот ролик Потому что Постапокалиптических миров Как и миров вообще В мультивселенной SCP Очень много Можно просто поискать Более удачный для них Например в хабе Под названием Апофеоз В котором описывается мир Где SCP-3396 Устроил нарушение Условий содержания И все люди на планете Превратились в различных Монстров с аномальными силами Есть намёк На то что Чёрная Королева Во всяком случае Одна из них Это и есть Загадочный лидер Длани Змея Известный как ЛС Что означает Little Sister То есть Маленькая Сестра А Длань Змея Кстати Находится в измерении Под названием Библиотека Странников Которая как бы Плавает между мирами И соединяется Переходами Со многими из них Впрочем Если читать Не отдельные рассказы А сам хаб Чёрной Королевы То картинка Достаточно быстро Складывается Потому что Во многих Из параллельных миров Существует Такой человек Который Уходит от своей жены Для того Чтобы присоединиться К тайной организации Под названием SCP И стать там Одним из главных учёных Известным Доктором Гирсом В большинстве Из этих миров В этой семье Растёт дочь И она глубоко Потрясена Пропажей отца И начинает Его поиски К слову Зовут её В каждом мире По-разному Что как бы Намекает Что выбор имени Был практически Случайным Во многих Из этих миров Она умирает Так как Фонд SCP Надёжно хранит Свои секреты В каких-то мирах Она пробивается К Гирсу Но обнаруживает Что он фактически Перестал быть человеком Ведь в историях По SCP Он показан Расчётливым Холодным И полностью Лишённым эмоций Так что В очень редких Мирах Ей удается Вернуть Гирс Обратно в семью Но в некоторых Случаях Этой женщине В ходе поисков Удаётся найти В ходу библиотеку Странников Ту что плавает Между мирами Где она Обнаруживает Сотни таких Как она Проявления Которые Известны Внешнему миру Как Чёрная королева Книжные девочки Ищут папочку Как мило Маленькие Сёстры Разбредаются Из библиотеки По всевозможным Мирам И измерениям Так что Историй Про Чёрную королеву В самых разных Мирах Много Очень много Основными Рассказами Считаются Три Выходя из книги Между полками И Гамбит королевы Внезапно Все три переведены Чему я удивлён Так что Даже люди Не читающие История из трёх частей Которая описывает Путь одной из королев По имени Элисон Которая в ходе Своих поисков Узнаёт И о загадочном фонде Превратившем её отца В подобие Бездушной машины И об аномальном И главное О путях Следуя которым Возможно попасть В библиотеку Во второй части Можно узнать О приключениях Элисон в библиотеке И встрече С другими Маленькими Сёстрами В третьей истории Написано Про то Как Элисон Осваивается Со всем этим Как путешествует Хотя про магию Читать на сайте SCP Довольно странно По задумке Кстати история Классная Во всяком случае Первые два рассказа Жаль короткая С таким сюжетом Можно было бы Целую книгу написать Другие истории Повествуют И бесчисленным Множеством встреч Чёрной королевы С доктором Гирсом Для чего Она множество раз Во множестве вселенных Проникает в фонд SCP Научившись Идеальной маскировке Используя Различные предметы Из всевозможных миров Включая Например SCP-268 Кепку Которая делает Носителя невидимым И которую Не так давно Добавили в игру SCP Secret Laboratory А вот и контент По играм Конечно же Самое драматическое Происходит Когда план Чёрной королевы Удаётся И она сбегает Из фонда SCP Вместе с Гирсом В большинстве миров Гирс полностью Лишён человеческих чувств В некоторых мирах Он вообще робот И в большинстве случаев У начинающей королевы Не выходит Разбудить в нём Каких-либо чувств Потому её Или ловит И ставит на содержание Или вообще убивают Более опытные королевы Перемещаются от мира К миру Находят там себе Союзников Чаще всего В виде повстанцев Хаоса Но иногда Они объединяются И с другими Организациями И даже с аномалиями С которыми Участвуют в рейдах На учреждения фонда Где Чёрная королева Движется к своей Заветной цели К местному доктору Гирсу Которого предстоит Проверить на наличиях От чего-то человеческого Среди всех аномалий Чёрная королева Больше всего Любит взаимодействовать С SCP-085 Это разумная Нарисованная девушка Которая умеет Перемещаться Между любыми Листами бумаги И получается Если поместить SCP-067 Перо мастера В SCP-914 Часовой механизм Если Чёрной королеве Удаётся создать Либо освободить Содержащуюся SCP-085 Она перемещаясь По документам фонда Сообщает королеве Все его секреты Поэтому королева Всегда отлично знает Как устроена охрана Каждой конкретной зоны Ну и главное Это конечно же Очередной доктор Гирс Который переправляется В лабораторию Где исследуется На предмет того Как много в нём Осталось живое Человеческое плоти Не все Гирсы Оказываются роботами Некоторые Вполне себе людьми И иногда даже Случается Счастливое Семейное Воссоединение Но это бывает редко Чаще происходит Что-то менее позитивное Например В рассказе Дом Гирсов Который состоит Из двух частей Описывается Чёрная королева Персифона Которая умудрилась Собрать целую Организацию Состоящую из Гирсов С собой во главе Организация Это называется Дом Гирсов И включает в себя Почти 300 гирсов И кто знает Может когда-то Про неё тоже Начнут писать Рассказы и объекты Большинство Большинство Маленьких Сестёр состоит В собственно Чёрной королеве Отдельной Организации Существующей Совместно С Дланью Змея В библиотеке Странников У этой Организации Кстати Свой собственный Подход К аномальным Объектам В документах Чёрной королевы Описывается Состояние Каждого известного Им объекта В каждом мире Где он был Замечен Из этих Списков Мы кстати Узнаём Что Каждая Аномалия Встречается Около Десятка Раз В мультивселенной Что с учётом Того Что сёстры Посещают Многие Тысячи Миров Говорит Нам о том Что SCP Объекты В каждом Отдельном Мире Достаточно Редки Понемногу Исследуя Миры Сёстры Обнаруживают Что Практически Во всех Из них Существует Некое Событие Которое Лишает Гирса Человечности Они Выяснили Что Во всех Вселенных Фонд Так или Иначе Отправил Гирса Взаимодействовать Сущностью Которое Потому Что Я понял Из Рассказа А также Из Комментариев Автора К нему Является Самим Разбитым Богом Тем Самым Которому Поклоняется Церковь Разбитого Бога В мире SCP Сёстры Выясняют Что Гирс Из Разных Миров Подвергся Его Воздействию В разной Степени Также Они Выяснили Что Некоторые Из Гирсов Лишились Своей Человеческой Оболочки Полностью И Такими Древнее Божество Постоянно Подпитывается Для Того Чтобы Ослабить Это Божество Чёрная Королева Задалась Целью Уничтожить Таких Гирсов Это То Что Мы Узнаем Из Основных Рассказов Которых Девять Штук Это Как Бо Основной Канон Королевы Но Есть Еще Около Сорока Текстов Которые Развивают Эти Сюжеты Сестры Из Черной Королевы Посещают Самые Разные Миры Встречают Разных Гирсов Изучают Состояние Сипи Объектов В разных Мирах Ведут Разные Политические Игры С другими Организациями Мира Сипи Такова Черная Королева Как Обычно Пишите Про Какую Организацию Из Мира Сипи Вы Хотели Узнать Больше Всего Какая Наберет Больше Комментариев Про Такую Поговорим Всем Пока